Привет всем, меня зовут Олег и сегодня будет просто разговорный вложик. В последнее время они получаются у меня все чаще и чаще. Блин, чтобы вы понимали, сейчас 11.40 и я только что пришел домой. Представляете, все, 11.40 и я только пришел домой. И подобные ситуации сейчас повторяются из раза в раз. Мне еще нужно сделать гору работы сидя перед компьютером. И фактически получается то, что скорее всего я посплю часов в 6. А про что я сегодня хотел рассказать? Давайте поговорим про такую вещь, как китайский e-commerce. Потому что вы все знаете такую компанию, как Alibaba. Их проект Aliexpress, который невероятно популярен в России. Они также сейчас здесь развивают Tmall, аналог Амазона или JD. Но на самом деле под Alibaba находится намного большее число компаний. Это тот же UC-браузер, где я в свое время работал. Туда же входит Alipay, туда входит Lazada. Lazada это такая же платформа вроде Амазона, Алиэкспресса, но которая работает на Юго-Восточную Азию. Они купили ее в свое время. И именно та причина, почему сейчас Алиэкспресс не развивается в сторону Юго-Восточной Азии. Хотя для китайских компаний одно из самых логичных и главных направлений это Юго-Восточная Азия. Это не только касается Алиэкспресса, но также это касается Tencent, Baidu и многих других компаний. Да, чтобы вы понимали, Алиэкспресс сейчас в первую очередь работает на русский рынок. Вы можете открыть такое приложение, как SimularWeb, вбейте сайт Алиэкспресс и увидите то, что больше 30% трафика идет именно с России. То есть они целенаправленно долбили русский рынок. И в принципе сейчас фактически захватили его. В ближайшее время я не знаю, в какую сторону они будут работать, но это очень-очень интересно. Потому что Алиэкспресс это очень-очень большая компания, но при этом Алиэкспресс является просто как бы побочным продуктом. И он не приносит таких денег, которых приносят, например, Алибабе, тот же Taobao, Tmall, что еще? 1688, Alimama. То есть этих e-commerce проектов вообще его лябы множество. Но самым главным по-прежнему пока является Taobao и где-то общий месячный трафик составляет где-то 2 миллиона, 2 миллиарда человек. Это ниже, а нет, погодите, 1 миллиард человек. Это примерно ниже, чем у Амазона или ниже, чем у eBay. Но с учетом того, что Амазон и eBay работают на весь мир, то Taobao работает только на Китае. Но при этом они собирают такой огромный трафик и огромные продажи. Ну и еще одна очень-очень интересная вещь, это то, что те же продавцы, которые расположены на Алиэкспрессе, они также представлены на eBay, они представлены на Амазоне, они представлены на Jumi, они представлены на новом проекте от Яндекса со Сбербанком и вообще на многих других платформах, на той же Lazadi и прочем. Почему? Потому что это не маленькие продавцы, в большинстве случаев, в большинстве случаев это огромные компании. Тот же GearBest там представлен, мы там представлены, там представлен Geekbuying, там представлен Focal Price. То есть низкие цены, в принципе, могут позволить всего несколько групп компаний. Это либо сами производители, или большие компании, потому что они могут закупаться по хорошим ценам. Какой-нибудь китаец, Lin, он не может работать себе полностью в убыток. То есть они могут, да, на мелочевке зарабатывать и как бы телефон иметь в ассортименте, но они никогда не сделают цену ниже, чем ту цену, которую мы можем сделать. Тот же Banggood, GearBest, еще другие компании. Потому что, почему я так говорю? Потому что мне очень многие люди говорят, почему в Banggood так дорого, почему в GearBest так дорого, на Алиэкспрессе дешевле. Это просто Алиэкспресс, это платформа, так же как eBay. В принципе, очень многие китайские коммерческие компании, которые на данный момент высоко находятся, они вылезли за счет eBay, они вылезли за счет Алиэкспресса и вылезли за счет Амазона. Ну, кроме таких крупных игроков, как Alibaba и JD и Tencent, есть на китайском рынке очень-очень интересные проекты. Вот один из которых мне очень-очень понравился, это VIP.com. Их идея в том, что они продают реально брендовые, дорогие товары по минимальным ценам. Это связано с тем, что продукты, которые там продаются, они либо из прошлой серии, либо там есть какие-то маленькие дефекты. Но это реально те же брендовые товары. И там можно оригиналы покупать, ну, не совсем по смешным ценам, но намного дешевле, чем вы купите это в бутиках. То есть это огромный бутик. В свое время они хотели выходить на русский рынок, но по ряду причин они от этого отказались. Про них я узнал пару лет назад, когда они выходили на фондовый рынок, точнее в прошлом году, точнее, когда они уже вышли. И они набирали людей что-то. Мне пару писем пришло, я с ними что-то пообщался, но потом все это дело заглохло. Но проект реально интересный, и вы можете просто вбить vip.com и зайти, посмотреть. Естественно, все будет на китайском, но цены, возможно, вас удивят, особенно если вы являетесь модником или... Ну, в основном смотрят здесь парни, поэтому я не думаю, что вам будет сильно интересно. Но реально, там брендовые товары, и китайцы, те, которые средней руки, там часто закупаются. Ну, естественно, я не могу называться экспертом по китайскому коммерству, потому что я знаю все это только поверхностно, недостаточно глубоко. Ну, те знания, которые у меня есть, я готов с вами делиться. В плане же продвижения на китайском интернете это сложно. Там очень-очень много своих заморочек, которых даже нет ни в России, ни в каких других странах. Очень особенно специфика населения. Поэтому по этим вопросам вам лучше искать именно специалистов, если вам такое заинтересует, конечно. Если у вас есть вопросы, то оставляйте комментарии, да, я постараюсь на них ответить. Я не знаю, какому проценту людей это видео будет интересно. Я думаю, очень-очень маленькому, потому что китайский коммерс – это очень такая специфическая тема. Всем интересно именно китайский коммерс, который работает на международный рынок, на рынке России. Но тут я вообще все впихнул в одно видео. Ну, сейчас просто устал и хочу спать. В общем, всем спасибо и пока. Как же малое видео все-таки выпускаю.